Российский автомобильный рынок столкнулся с локдауном почище пандемийного. Но в отличие от позапрошлой весны, никто не знает, как долго продлится кризис и в какой ценовой и рыночной реальности мы окажемся на выходе. Однако жизнь продолжается, и российские автозаводы активно ищут способы продолжения работы в любых условиях. А китайские бренды даже планируют вывод новых моделей. Нет смысла перечислять марки, которые заморозили поставки автомобилей и запчастей, а также остановили свои российские конвейеры, если таковые имелись. В конечном счёте в этом списке будут все или почти все бренды. Из последних новостей минувшей недели стоит отметить, например, Хонду, которая и так собиралась прекратить поставки автомобилей, а теперь вдобавок оставила россиян без мотоциклов и разнообразной техники вроде насосов, газонокосилок и прочих генераторов. Южная Корея, а значит Киа и Хёнде, не откажутся от поставок автомобилей и других потребительских товаров, так как они не являются предметом санкций со стороны США. При этом из страны утренней свежести не будет приходить продукция стратегического назначения, поскольку этого потребовало американское министерство торговли. США также позволили южнокорейским фирмам поставлять комплектующие на российские заводы. Это значит, что петербургский завод Хёнде Мотор вскоре возобновит работу. Китайские производители держат паузу, но от прежних планов не отказываются. Понятно, что Джилии, Хавейл и Черри только усилят свои позиции из-за остановки бизнеса основных конкурентов. В первую очередь, Фольксвагена и Шкоды. Форд Мотор Компани приостановила деятельность совместного предприятия Солерсфорд, которое выпускает семейство Форд Транзит. Завод ушёл в простой 3 марта. При этом руководство оперирует именно термином «простой», то есть сотрудникам будут начислять две трети заработной платы. Руководство Солерсфорд предпримет все установленные законом действия, чтобы обеспечить социальные обязательства перед коллективом в период вынужденного простоя, уверяет пресс-служба предприятия. Между тем, Форд объявлял, что набрал в России огромное количество предзаказов. Крупные перевозчики загрузили конвейер своими заявками как минимум на ближайшие полгода. Из-за этого даже пришлось нанять новых сотрудников. В случае ослабления санкций компания, надеется, цитируем, обеспечить возобновление работы предприятия в, возможно, короткие сроки после принятия соответствующего решения со стороны Форд Мотор Компани. В сегменте лёгкого коммерческого транспорта Форд Транзит является одним из лидеров российского рынка. Впереди по продажам только «Газели», которые на какое-то время останутся без главного конкурента. Ещё один актив Солерса, совместное предприятие «Мазда Солерс», уверяет, что завод во Владивостоке, собирающий «Мазды», продолжает свою работу. Но самой устойчивой частью Солерса вдруг оказался ульяновский автозавод. В иной ситуации в Ульяновске вообще могли порадоваться самоустранению большинства конкурентов. Однако современные УАЗики на 50% состоят из иностранных деталей. Если исключить электронику Bosch и автоматы Punch, то основное количество узлов поступает на ульяновский конвейер из Поднебесной. Китайская доля комплектующих подорожает, но не исчезнет. А для электроники марки Bosch, если понадобится, будут искать замену. Но главный минус марки УАЗ – это невероятно скромные запасы чужеземных узлов и агрегатов. Так что остановиться ульяновский конвейер может внезапно и из-за какой-нибудь мелочёвки. Поставки на российский рынок грузовиков MAN, Scania, Volvo и Mercedes-Benz временно приостановлены. Это значит, что КАМАЗ фактически остался без конкурентов. Однако 15% российского автогиганта принадлежит немецкому даймлеру, который поставлял множество комплектующих. И воспользоваться доминирующим положением КАМАЗу не удастся, ведь поставки европейских деталей также заблокированы. В последние годы руководство компании прилагало все возможные усилия, чтобы устранить или максимально отдалить эту угрозу. Сегодня мир живёт в новых политических и экономических реалиях. Но они не должны нас пугать. В истории нашей легендарной компании уже случались испытания, которые мы с честью преодолели. Могу вас заверить, что и сейчас руководство компании знает, что делать, как сохранить производство и поддержать трудовой коллектив. У КАМАЗа есть план действий в данных условиях, согласованный с правительством Российской Федерации, и мы продолжим делать всё от нас зависящее, чтобы компания развивалась, а работники чувствовали себя уверенно. Наши автомобили являются основой транспортной безопасности России, и мы должны обеспечить страну этим важным ресурсом. В остальном работаем в обычном режиме. На ближайшие недели запас компонентов в набережных Челнах есть. А что будет дальше, попытался предсказать лично Юрий Герасимов, первый заместитель генерального директора. На ближайшие периоды компоненты есть, и дальше видно, откуда будет их завозить. Но, тем не менее, у меня ещё раз просьба, чтобы мы очень бережно относились к этому сырью. Как только запасы иссякнут, Камазу предстоит изменить ассортимент. Основой гаммы станут грузовики поколения К3, то бишь модернизированные машины образца 70-х годов, но экологического класса Евро-5. Как отметил Юрий Герасимов, производство классической модели почти не опирается на международную логистику. Проще говоря, завод может обойтись без импортных деталей. Линейка К4, то есть Камазы с кабинами Мерседесов Аксер, должны были сойти со сцены до конца года, но в новых условиях их сборка прекратится ещё раньше. Совсем другое дело — новейшее поколение К5, с которым тоже помог Даймлер. У этих машин кабинный модуль от Мерседеса Актрас, но собственная рама, двигатель и мосты. Штамповкой и сваркой кабин занималось совместное предприятие Даймлер Камаз РУС. Его деятельность формально остановлена, но фактически сборка кабин продолжается. К тому же, как отметил Юрий Герасимов, руководство одной из компаний, поставляющих детали каркасов, очень заинтересовано полностью локализовать свои поставки для кабинных модулей К5. И вообще Герасимов уверен, что эту модель ждёт мощный рывок по локализации. А значит, пусть не сразу, но Камаз сможет возобновить выпуск действительно современных автомобилей. Подробно мы эту тему не освещали, но за последний год Камаз ударными темпами возводил площадки на Южном Урале и окрестностях. В казахском Кастанае запущен целый литейный завод, а в Белорецке — рессорный. Но похоже, что на самом деле Камаз готовил целый кластер, привязанный к металлургическому региону Челябинск-Магнитогорск. Трудно закрыть дефицит автоматических коробок передач, ведь немецкий ЗТФ от партнёрских отношений отрёкся. Работа совместного предприятия «ЦФ Кама», что делала механические трансмиссии, также заморожена. Затормозила работу и моторная СП с американским Каминсом. Альтернатива — возвращение к древним моторам В8, Камаз 740, которые почти не выпускались после прихода Каминса, или закупка шестицилиндровых дизелей ЯМЗ. Скорее всего, форсируют и локализацию проекта ТБ, он же Р6. Это новые рядные шестёрки, которые разрабатывались последние годы совместно с фирмой Липхер. Однако неясно, найдётся ли замена европейской топливной аппаратуре. Группа «ГАЗ» живёт под гнётом санкций вот уже четыре года. В таком положении производитель оказался в 2018 году, когда Минфин США запретил американским компаниям вести бизнес со всеми структурами, принадлежащими Олегу Дерипаске. Формально принятые санкции до сих пор не вводились фактически. Американские власти регулярно переносили дату, с которой заокеанским фирмам предстоит прекратить отгрузку компонентов. До реальной остановки поставок дело до сих пор не доходило. Но, например, программа установки на «Газель» фольксвагеновских дизелей все эти годы была практически заморожена. В конечном итоге «ГАЗ» привык иметь достойный склад комплектующих. Плюс давно найдены замены для большинства позиций. Скажем, дизели «Камминс» можно покупать под маркой «Хуадун». Такой опыт есть. Ну а коробки передач, бензиновые движки, рамы, мосты и многое другое «ГАЗ» делает сам. Сложнее всего придётся свежей «Газели НН», которая должна быть напичкана современной электроникой. В кризисной ситуации про полуавтопилот и другие приятности точно придётся забыть. Вообще, когда авторитетные эксперты всерьёз обсуждают возвращение карбюраторов, вспоминать про модные ассистенты водителю, мягко говоря, нелепо. Кстати, про карбюраторы. Димитровградский автоагрегатный завод давным-давно прекратил их выпуск. Говорят, что лучшие карбы сейчас делает Пакистан. И в этом нет ничего смешного. Представители автомобильной промышленности готовы попросить Минпромторг ослабить некоторые требования по экологии и безопасности. Если власти пойдут навстречу, то отечественные машины можно будет продавать без подушек безопасности, антиблокировочной системы тормозов и других импортных компонентов. А пока Минпромторг, чтобы облегчить жизнь автопроизводителям, разрешил аж до конца текущего года отложить уплату утилизационного сбора. И, наконец, флагман российского автопрома — АвтоВАЗ. С ним пока непонятно ровным счётом ничего. Ведь французские совладельцы автогиганта — группа Рено — продолжают хранить молчание. Пока что приостановлены все площадки. Это и московский завод Рено, и, собственно, Волжский автозавод в Тольятти, и завод Лада Ижевск, который выпускал Весту. Пока что главная причина старая. Ритмичной работе конвейеров мешает отсутствие запчастей от компании Бош. А та, в свою очередь, ссылается на остановку своих украинских заводов. Но теоретически на замену бошевской электроники вскоре может прийти некая другая. Какая? В Тольятти тщательно скрывают. Но очевидно, что завод нашёл неких партнёров из Поднебесной. Что касается общей ситуации, то из ассортимента выпадут как минимум две позиции. Автоматические коробки и разнообразие цветов. Самые интересные эмали приходили из-за границы. Сделать белую и чёрную краску мы сумеем и сами. Главное, чтобы этого умения также хватило на выпуск грунтов и лаков. Отметим, что нарушение логистических цепочек затронуло и европейские площадки. Например, BMW приостановила заводы в Дингельфинге и Мюнхене из-за прекращения работы украинских поставщиков и хаоса на границе. В трудной ситуации Volkswagen. Недопоставка электропроводки из Украины как минимум на несколько дней в марте остановит конвейеры в Дрездене и Цвикау. Последний специализируется на электромобилях марок Volkswagen, Audi и Cupra. Потери в штуках серьёзные. Скажем, одних кроссоверов ID.4 завод в Цвикау делал 1200 в день. В молодоболеслове встало производство электрокаров Skoda Enyaq. Украинский Еврокар в Закарпатской области, собиравший Skoda для локального рынка, и вовсе начал работать как центр для беженцев. Но добавим хороших новостей. Завод компании Nokian Tires во Всеволожской Ленинградской области продолжит работать на полную мощность. Что вполне объяснимо. На текущий момент 82% всей продукции финского концерна — это шины российского производства. Поэтому сообщение, будто Всеволожский завод Nokian якобы останавливает деятельность, а компания рассматривает уход из России, абсолютно не соответствует действительности. Тем временем китайские бренды продолжают планировать расширение линеек. Так, марка Exeed, которая сначала вывела на наш рынок средний кроссовер TXL, затем большой VX, в марте готовит премьеру младшего паркетника, что скрывается под индексом LX. Это сравнительно компактная, длиной 4,5 метра, модель, которая создана на базе Chery Tiggo 7 первого поколения. У этих паркетников общие шасси, каркасы кузова и силовые агрегаты, но разные дизайн и интерьеры. На российском рынке Exeed LX будет предложен только со 150-сильным полуторалитровым турбомотором. В трансмиссии заявлены вариатор и передний привод. Версии 4х4 не будет точно. Будут новинки и у марки Geely. Флагманский кроссовер Geely Cineye L продается в Китае с прошлого года. Это самый крупный автомобиль, построенный на компактной вольвовской платформе CMA. Чтобы отправиться на экспорт, Cineye нужно было выполнить два условия. Примерить какое-нибудь произносимое для иностранцев имя и получить сертификаты. Оба выполнены. Отныне кроссовер с внутризаводским обозначением KX11 будет называться Monjara. По официальной версии это должно напоминать о самой высокой горе Африки – Килиманджара. Новое экспортное название вписано в уже полученное российское одобрение типа транспортного средства. Для нас сертифицирована только одна модификация – двухлитровый турбомотор с распределённым впрыском плюс восьмиступенчатый автомат i-Syn. Полный привод реализован через многодисковую муфту, подключающую заднюю ось. Салон будет строго пятиместным, а диаметр колёс – 19 или 20 дюймов. Кроме того, мы знаем, что локализовывать кроссоверы на белорусском заводе BLG не планируется. Возить автомобили решено напрямую из Китая. А старт продаж запланирован на вторую половину года.